Ваглиптинг.бай представляет Железные истории с Александром Бартененко Здравствуйте Мы продолжаем цикл передач Железные истории И сегодня у нас в гостях Мастер спорта Республики Беларусь Двухкратный победитель универсиады Победитель среди юниоров А также серебряный призер Республики Беларусь Воробьев Александр Привет Здравствуйте Воробьев Александр Родился 4 сентября 1990 года Мастер спорта Республики Беларусь Победитель первенства Среди юниоров в 2010 году Серебряный призер Беларуси Среди мужчин в 2011 году Рекордсмен в становой тяге Среди мужчин с результатом 270 кг Расскажи, Саша Как ты пришел в этот спорт В пауэрлистинг? Ну как Спил университет Там зашел к нам в аудиторию тренер Еще я тогда не знал Головач Владимир Александрович Сказал, кто хочет быть сильным, крепким, здоровым Ты еще на отбор проводил? Да, отбор В первом курсе Записываетесь Приходите Как бы еще не знал так Подал заявление Начал заниматься потихоньку На область потом попробовал выступить Четвертым был на области В дальнейшем вторые места занимал Так потихоньку-потихоньку набирался силы А ты на каком курсе этим учишься? На физкультуре Редактор субтитров А.Семкин Ну, твои достижения лучшие Пока что на данный момент В каждом движении Может даже давай так вот Ну, тренировка Какой максимальный ходил И засчитанное на соревнования Вот такой параллель провел Ну, на тренировке 250 Тяги было Потом 260 я потянул на вузах И уже на чемпионате Республики 270 Вышел Результат То есть Пока что на данный момент Рекорд Республики Да И твой максимальный результат Хотелось на 300 выйти Вес такой В жиме В зале Всегда жму Ну, нормально То есть Больше А на соревнованиях На килограмм 20 У меня Больше Ну, в зале Допустим Я 175 жал Максимально На соревнованиях 160 То есть Перепад такой Большой Ты думаешь, что сейчас связано Это все? Не знаю Может усталость какая-то Потому что Всегда вылаживаешься На полное А в зале более Сил хватает, да? Ну, да В зале Там же Если делаешь проходку То Одно движение Да Одно движение Ну, а приседания? Приседания На юниорских соревнованиях 250 было Потом Колено травмировало Сейчас Такие веса Пока что Ну, не вхожу Восстановление Проходишь, да? Ну, получается Сколько? 200 На республике В 2011 году Ты приезжаешь? А 240 240 240 240 240 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое такое любимое упражнение? Больше Тяга Тяга? Тяга? Ну, потому что Мне нравится больше Тяга Потому что Как бы Никакой экипировки Не нужно И бинты Ну, ладно Ты же комбез один Комбез там Или он тебе особо не помогает? Да, даже Ну, мне комбез Наверное Ну, помогает Кстати А занимался каким-то еще видом спорта До того Почему вообще сделал выбор на физкультуру поступать? Ну, вообще Так получилось, что Сначала планировал В МЧС поступать Там Как бы не прошел комиссию Ну, потом решил на физкультурную поступить Но Математика не нужна С физикой Нашел кое-какое хоть сквозное, да? Да Вообще Планируешь Дальше На спорту работать? Ну, да Может В институте Или пока не знаешь еще Ты сейчас на каком конкурсе На последнем На четвертом На четвертом Там 4 курса и все Ну, сейчас же сократили программу Сократили Ты сейчас уже выпускник фактически, да? Ладно Так уже у тебя планы какие? Есть? Дальше двигаться куда? Ну, дальше отрабатывать Нужно отработать быть 2 года Угу Там или в армии Не, здесь Не, я имею в виду Ну, в армии это ладно уже Я имею в виду По спорту там собираешься работать Там, детишек тренеров Ну, буду сказать Куда у тебя больше Лежит душа? Ну, у меня ближе к залу То есть Ну, не в школу Тренеров, да? Да, мне Отдельно То есть Тренировать Ну, то есть Готовьтесь именно ребят Чтобы они На разряды какие-то Чемпионами становились Чем занимался до того, как? Ну, любителем был, как бы Любитель железо там Потаскать То есть Качался для себя На турниках Как-то и все Брусия, турничок Так вот Ясно Давай рассказывать Свою биографию Когда родился Где Откуда ты Сына вообще Родился в Витебской области Деревня Новоселки Оттуда уже, как бы, переехали В деревню Октябрь Да В Орбинскую область Поступил Там школу закончил Да, школу закончил Уже в октябре Потом, ну, как бы, поступил уже сюда В Гомель И здесь сейчас учусь В школе был таким Активным мальчиком Да, в школе, как бы, да Всегда был в команде Всегда, ну, выезжал на соревнования То есть А в МЧС почему хотелось поступить? Ну С чем связано такое? Как бы, форма нравилась Да То есть именно Военного образа жизни Да Военного образа жизни А есть какое-то хобби Кроме спорта? Увлечения какие-то? Ну, сейчас, как и такового Ну, хобби, можно сказать, и нету То есть Тренируюсь Ну, раньше, как бы, занимался танцевал Танцами? Рэгданс Так еще, Гориш, ничем не занимался Ну, даже Под спорт И Долго занимался этим обучением? Ну, с класса восьмого, наверное То есть есть 14 лет? Да И уже до 11 класса Ну, может, даже не до 11, до класса 10 То есть Танцевали там с ребятами Ездили Концерты разные Вот Я сейчас не занимаюсь Или можешь там тряхнуть Ну, конечно, имеется Опора Твой молодой взгляд Такой на это все дело Вот Что, думаешь, не хватает В наших соревнованиях? Спонсора Хорошего Спонсора, да хорошо Я имею в виду то, что уже есть на соревнованиях Что бы, как бы, еще добавить Добавить? А спонсор для чего? Ну, чтобы призы поинтереснее были Там Чтобы, там, экипировку, там, какую-нибудь Два линии Ну, чтобы не беречь ее только для выступления А, чтобы тренироваться, там Я помню Что еще не хватает? Что еще? Ну, как бы Что бы, там, поизвестнее немного, там По телевизору Что бы там показали Что есть такой Вид спорта То есть Я про него вообще даже и не слышал Я только услышал его Когда поступил в университет Тогда только Ну, что сказали Пауэрлифтинг А что это такое? А вот Это что? Три упражнения Угу Еще там В олимпийский Спорта Да, они уже Введутся Категории вроде меняют Угу И третье пожелание От молодых Катлетов Ну, что бы в олимпийский Спорта Учили Какие планы спортивные на ближайшее время? Ну, ближайшее Ну, восстановление новых рекордов Ну, какие есть, как каретные какие-то цели? Даже не цели, а цифры А в тяге хочу Три на цели Да, на три Посмотришь в камеру сейчас И атлетам Еще более молодым Начинающим Зеленым Пожелаешь какие-то напутственные слова Ну, что пожелать молодым атлетам? Хочу пожелать, конечно же Здоровья Это самое главное Считаю Ну, чтобы терпение было То есть Ну, если ты хочешь добиться Каких-то результатов То нужно поработать Иногда даже сильно поработать Чтобы достичь чего-то Считаю 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 Считаю